Продолжение следует... 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 Выступают панки, металлисты и хардкоровцы. Их объединит фестиваль развития. Закономерный итог годичного существования Омского рок-клуба. Собрались как опытные команды, так и молодые группы, впервые выступающие на серьёзном уровне. Омский рок разный, но так вот как бы исторически сложилось, что в Омский рок-клуб входят команды более тяжёлые, чем все остальные. Фестиваль получил статус межрегионального благодаря двумным сибирским коллективам. В зоне 51 и файтбэку. Соседи высоко оценили уровень наших музыкантов. Омский круче рок, не круче фальбом. Здесь люди даже лучше вообще. То есть просто тут как бы команд, которые играют, вообще разную музыку, больше, чем у нас. Хотя, в принципе, город у нас побольше, но в Омске как бы это... Более развит. Более развит, а ну и тут более атмосферное такое вообще. По уровню исполнения омские команды не уступают столичным. Но для того, чтобы прогреметь, приходится уезжать в Москву, как это сделали штабеля. Да и больших денег в Сибири не сделаешь. В Омске на рок-музыке можно заработать? Нет. Однозначно нет. Нет площадок, которые могут обеспечить живую музыку. Регулярные выступления. На должном техническом уровне я имею в виду аппаратуру. Следующее выступление такого масштаба состоится летом на открытой площадке. Роман Линдала, Евгения Дубровская, Сергей Лаври, Контеноси. И еще об одном музыкальном событии минувших выходных в развлекательном комплексе «Кристалл» состоялось... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова